Здрасте! Ай! С вами Даник Райстер. Тестировать полимерные теплоизоляционные материалы и минеральную вату мы будем сегодня по четырем критериям. Мы проверим их водопоглощение, теплопроводность, пожаробезопасность и биологическую устойчивость. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, дорогие друзья, всем привет! Раньше мы выезжали из дома, ехали на участок с утра пораньше, чтобы там какие-то дела сделать. А теперь наоборот, с утра пораньше едем с участка тоже в город, там тоже какие-то дела сделать. Но все равно приятно спать в своем доме уже и спится хорошо, высыпаемся отлично. И август у нас тоже спит просто без задних ног, тоже в отрубе всю ночь. Вот, даже иногда забывает поесть, он и только с утра просыпается, и уже от сильного голода просыпается. Типа он пропустил там свое ночное кормление и... А-а-а-а... Вот так вот, но зато мы высыпаемся. Вот, сейчас еду за кухонным гарнитуром, а мы решили взять бэушный кухонный гарнитур на Авито. Долго мониторили, смотрели. Бюджет, в общем, семейный уменьшается, поэтому решили, что пока обойдемся бэушным каким-нибудь кухонным гарнитуром. Вот, ну а позже, когда уже подкопим финансы, уже закажем то, что нам нужно. Ну и, соответственно, поживем вот с этим гарнитуром и поймем, чего не хватает и что нужно будет добавить, какие полки и так далее. В общем, на все смотрим позитивно. Вот такие дела. Там сразу мойка, все включено за 7 тысяч рублей. Вроде он уже в разобранном состоянии, надеюсь, его разбирать не придется. И самый плюс, это первая квартира, значит, квартира находится на первом этаже. Не надо будет туда-сюда бегать, машину прямо к подъезду подгоню и все быстренько перетаскаю. Так, дорогие друзья, ну что, загрузился я по полной программе. Ну, по пескам едет как-то груженая, аж задние колеса немножко этот, ни вот такого не ожидала от меня. Правда, что мы только уже в нее не умещали, оказывается, это довольно-таки резиновая машина. Вот, сзади меня поместилось все. Сюда вперед я мойку положил. Лере ландыши успел даже в лесу собрать. В общем, все, все-все-все сделали. Заехал еще в Мегастрой заехал. Там тоже дополнительно к стиралке купил кое-что. Для мойки кое-что купил. Так что, все теперь должно быть чики-пуки. Шумит уже. Еду по грунтовой дороге. У нас тут проехал грейдер и выровнял нам всю нашу щебенку. Ехать стало намного поприятнее, конечно. Так, дорогие друзья, нужно покосить немножко. Мы сейчас активно начали обрабатывать от комаров, от всяких слепней, мух, от всякой живности. В общем, участок, потому что под вечер начинают они вылетать, уже кусать. Вот, и нужно покосить. У нас здесь, вот смотрите, такие заросли. То есть, у нас небольшой такой овражек. У нас здесь. Вон там вот, если посмотреть, все полностью до забора, скошено. Все скатил. В общем, из четырех делений два деления закончились. Но все равно объем работы без остановки. Сколько времени? Наверное, полчаса без остановки работы. Ну, половина зарядки села. Ну, еще половина есть. То есть, еще такой же объем могу скосить. Понятное дело, что коса не предназначена для того, чтобы гектарами косить, а для того, чтобы на участке какие-то работы выполнять бесшумно, не напрягая уши и с довольно-таки мощностью. Мощное. В общем, все отлично. Всем привет, скажи. У нас шесть утра. Поэтому я все пухши. Шесть утра. Мы, скажи, живем в деревне. И можем выйти в любой день, в любую секунду на улицу посмотреть, что здесь происходит. Мне надо полить огород. У нас пекло второй день. Наверное, градусов 30. Всем привет. Привет. И, в общем, Саша делает типа хомута. Ну, или хомуты, да. Чтобы я смогла полить огород. А еще до жары надо сходить прогуляться с собаками. А еще это, походу, единственное время, когда нет ни мошкары, ни комаров, да? Да. Ну, про комаров. Комаров у нас очень мало. Мы обрабатывали участок. Не один раз. Комаров-то у нас нет сейчас. А вот мошка в этом году вообще просто нереальная. Опа. Ой, ребенок один с кемом почти весь. Очень тяжелый. Возьми-ка его, буду поливать. Деловой август. Жарко уже. Сейчас хорошая уже погода. Сейчас действительно жарко прям. А потом-то будет вообще 30 градусов. Вот. В деревню вот так вот его вытаскиваем. Он туда-сюда ходит. Л aroma. Рускаем. Рассажирация. Бук direct. Рассажирация. Да, что ты рассказываешь ты, да? Дорогие друзья, давайте немножко отвлечемся. Хотел вам показать смартфон. Это не просто смартфон, а настоящий монстр просто среди смартфонов. По крайней мере из тех, которые я держал в руках. Смартфон от компании DOOGEE VMAX PLUS. Вот такой вот монстр у меня в руках. Сейчас отклеим. Телефон сразу идет с пленочкой. И дополнительно еще есть в комплекте стекло. Почему я говорю, что данный телефон монстр? Во-первых, память UVMAX PLUS 512 ГБ. Это полтерабайта. Можно закачать все, что угодно. Оперативной памяти 36 ГБ. Вы представляете, у меня на компьютере стоит, чтобы обрабатывать тяжелые ролики, 16 ГБ оперативки, а тут 36. Телефон увесистый, потому что здесь большой аккумулятор, 22 тысячи миллиампер-часов. То есть, ну, зарядили и этого телефона вам хватит на несколько дней беспрерывной работы. Яркость экрана у телефона 120 Гц. Основная камера 200 Мп. Также здесь есть камера ночного видения 20 Мп и 32 Мп фронтальная камера. Для переговоров довольно-таки четкая камера. Также у данного телефона 8-ядерный процессор 2,6 ГГц. Телефон имеет две сим-карты и также у него 4 динамика. Вы представляете, если его включить, он будет орать довольно-таки громко. Также телефон имеет все степени защиты. Можно его спокойно ронять в пределах допустимого. То есть, кидать об бетонную стену его нежелательно. Можно его топить. То есть, если у вас закрыты все заглушки, то он спокойно может у вас утонуть на пару метров. И вы его вытащите, и ничего с ним не случится. А пока что на него проходит акция. Его можно купить за 299 долларов до 7-го числа. То есть, к сожалению, сегодня заканчивается срок этой акции. Далее он будет стоить в полтора раза дороже. Ссылочку на данный телефон я оставлю в описании под видео. Переходите. Кого данная модель заинтересовала, приобретайте. В общем, надо нам как-то привыкать снимать видео с Августенком. Потому что он просто, он не дает телефон, в общем, смотрит. Все, ему надо смотреть. Что это такое там в телефоне, ему же не объяснишь. Телефон трогать не разрешаем. Он возмущается. Ну, вот так вот, в общем, все. Да, вот так. У Августенка голова как у меня уже. Кушает он больше, чем я. Видимо, поэтому голова такая большая. Ну, и вообще он сам такой. Бутуш. Дю-дю, вот все, полы помыли. Я обрабатывала где-то пять дней назад. Были сильные дожди после моей обработки. И, конечно, это, ну, хуже, в общем, стало. Но все равно вот мы ходим вот так вот. Только мошка может прийти. Комаров очень мало. Вот, но если бы дождь не пошел, было бы намного круче. Вот, я сейчас отсчитываю дни. Восьмого июня где-то, седьмого, восьмого. У нас будет повторная обработка. Вот, опять должна трава покоситься. Но траву я уже не буду обрабатывать. Но все злачные места, в общем, обработаю. Надо же, прошло достаточно времени. Сейчас пролетели байкеры. Лошади вообще не двинулись. С места смотрят. Вот, до этого они бегали, конечно. Вот. Но у нас еще у соседа что-то тоже такое рычащее есть. И они, знаете, уже привыкли. До этого прям носились. Ой, смотрите, цветок распустился. Мне сегодня подарок. Который подписчица прислала. Красота какая. Вот так вот, скажем, мы уходим дома. Да, обои так и поклеить не можем с ним пока что. Вот. Спит в кроватке он у нас отдельно. А насчет сглаза у меня такое мнение. Вы знаете, судьба каждого из нас, она нас везде найдет. Понимаете? Показывай ребенка или не показывай. Судьба, она уже, вот она есть. И ее, мне кажется, ее вообще не изменить. То есть, в принципе, хоть ты показывай ребенку, хоть нет. Какие-то плохие вещи, хорошие, они уже заложены в нашей судьбе. И каждому положено что-то пережить. И мы это, к сожалению, изменить не можем. Изменить мы можем, это если мы ребенку там даем какое-то там здоровье. Или мы за ним следим, чтобы ничего с ним не случилось. А вот это вот видео не показывать, показывать, это, ну, нам окажется, что это абсолютно чушь. А еще у меня есть такое правило, кто желает плохого ребенку, вообще-то маленькому, и вообще, в принципе, там проклинает еще что-то. Я всегда говорю, я говорю так, желаете вот такие гадости, значит, вам вернется и вашему роду до седьмого колена, и все вам вернется, и все. Я всегда так говорю. Один раз я так сказала цыганке на улице. Вот, она мне сказала гадости, попросила денег, я ей не дала. Она мне сказала гадости, и я говорю, я тебе желаю то же самого и всему твоему роду, и роду твоего мужа до седьмого колена. Все, пошла отсюда. И еще вот так плюнула. Это было что-то, она так испугалась, она сказала, возьми свои слова обратно. Я говорю, нет, ты же свои слова не берешь. Короче, такое мое мнение. Так, дорогие друзья, ну что, начал тут гарнитуром заниматься, который привез. Пока что вот такая вот обстановочка у нас. Потихонечку как-то обрастаемся мебелью, заделываем какие-то вещи, повесили вот симпатичные занавесочки. В общем, все, все. Кнопку нашу первую повесили, вторую пока из-за санкций и так далее мы не можем получить, так как у нас есть вторая кнопка 100 тысяч подписчиков. Но пока у нас есть и одна. Одну кнопочку. В общем, все как-то так. А полку временную делал, сейчас нужно будет ее снимать уже. Ну, гарнитур старенький, видно немножко потертый. На фотографиях на вид он лучше выглядел, но, если честно, мы в течение месяца никак не могли ни один кухонный гарнитур поймать. Все их сразу же быстро забирают, там выставляют за 7-8 тысяч рублей и просто сразу же забирают. Я за этим ехал, его уже забрать даже такой хотели. В общем, ладно, нам пока пойдет. Несколько месяцев, там 2-3, может 4 месяца попользоваться, так как бюджет у нас, к сожалению, не резиновый. Вот. Везде есть свои сложности. Мы отгрохали такой дом, очень много потратились и теперь нужно немножко поэкономить. Поэтому пока поставим старенький гарнитур, попользуемся им какое-то время, а потом можно будет уже новый заказать. Плюс еще, я считаю, хороший плюс к этому, то, что мы поймем, чего нам конкретно не хватает. Попользуемся вот этим стареньким и сразу же будет понятно, чего нам не хватает, какие полки и так далее, что удобно, что неудобно. В общем, как раз разберемся. Не будем бежать, впереди паровозы, как говорится. Смотрите, у меня трубы здесь закрыты вот этой вот стоечкой. Сейчас придется новые, наверное, отверстия где-то здесь просверлю и вот так вот ее прямо сюда вот добавлю. Будет она вот так вот, эта стоечка здесь. Думаю, разницы никакой нет, она будет скрыта, ее будет не видно. Хотя вот здесь вот есть такие вот отверстия, скорее всего, это крепится, другая часть гарнитура, которая сюда идет, крепится вот к этому. Может, нужно сперва ту столешницу собрать и понять, как тут все это дело происходит. Убираем, украем, украем, убираем, украем, убираем. А, вот так и маленькая. Все ясно. Ух, электропила. Так, где там отметка? Вот так вот. Получилось у меня загнать, в общем, этот гарнитур до самого угла. Все, здесь нужно будет только эту сделать, рейку, чтобы влага здесь не скапливалась. А этот гарнитур еще нужен к стенке. У меня здесь тоже труба, нужно, в общем, тоже выпил и такие делать для трубы. Вот. Там вот все, видите, выпил и сделал, все отлично. Пришлось вот так вот, в общем, тут все распилить жестко. Поступить. Также здесь вот сделал такую дырщу тоже. В общем, главное, чтобы дотянуться к уху. Гарнитур старенький. В общем, не жалко его. Все. Все норм. Нужно теперь будет вот здесь тоже выпил сделать, чтобы вот этот смеситель придется здесь открыть, закрывать, открывать. Готово, дорогие друзья? Готово. А теперь есть вода на кухне. Мошки кусают вообще, когда стоишь, не двигаешься. И на огороде, мне показалось, их больше всего. Не знаю, что вообще происходит, но мы переехали, сколько, недель-две назад. Вот она жрет и жрет, жрет и жрет. Обрабатываешь. Ну, комары помирают, мухи помирают. Мамашки вообще по барабану. Ее вообще ничего не берет. Вот так вот. Ладно, мамик, пошлите. Взяла собак погулять. Поводки с собой. Сейчас раннее утро. Они давно не гуляли. Мы как сюда переехали, я с ними, по-моему, еще ни разу не гуляла. Вот. Сейчас расскажу вообще, что у нас, как обстоят дела. Переехали мы где-то две недели назад, да? И вот совершенно без помощи, единое, переезжать с маленьким ребенком грудным. Ну, вы это все понимаете сами, я думаю. Если у моих детей такое будет, я, конечно, буду им каждый день помогать и так далее. Но совершенно вот в одиночку это делать, это очень тяжело. Я это забуду, мне кажется, я это запомню на всю жизнь. И больше я никуда не хочу не ехать, ничего вообще. Все. Я прям вообще устала. Ну, вот это все, что я могу сказать. Мы переехали, и Саша заболел. 39 температур у него несколько дней было, кашлял. Все было на мне, мы только что переехали. Сразу же за ним заболел август. Вот тоже у него 39. Я вообще чуть с ума не сошла, реально вам говорю. А потом заболела я. В общем, вот так вот все было. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Так, у нас отключили свет И мы решили приготовить В общем, еду на улице Лера с августом дома сидит А я, в общем, занимаюсь готовкой Мне нравится заниматься уличной готовкой Мясо, картошечку Все готовить на мангале В казане В общем, этим я заниматься люблю Молодую картошку по-деревенски Здесь сделаем Потом нарубил чахобили Кусочками Это тоже мы отдельно пожарим Картошка прожарится Зеленый лучок с огорода соберем И зеленым лучком все это дело посыпем Также наш рукомойник Уже в деле вовсю Уже все отлично работает Одно наслаждение В общем, пользоваться Таким рукомойником на улице Не нужно туда-сюда бегать Или в ведре что-то мыть Свежий лучок с огорода Огороды соберешься Он находится на улице Зеленые Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мы поужинали, вкусно перекусили, обедом, свет у нас уже врубили, это хорошо, так что Лера с Вгустенком отдыхает, спать легли, я тоже пойду сейчас отдыхать. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь если хотите, давайте, всем пока, увидимся.